Послание к евреям, глава 10. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Всесожжение и жертва за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, «Вот иду», как в начале книги написано о мне, «исполнить волю твою Божию», сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, «Вот иду исполнить волю твою Божию». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Иисуса Христа. Иисус Христа. «К любви и добрым делам». «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то, сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой». «Страшно впасть в руки Бога живого». «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. И так не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, праведной верой жив будет. А если кто поколеблется, мне благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Послание к евреям, глава одиннадцатая Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Верую, Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верую, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верую, обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верую, сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен, обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. «Веруя Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Почему? И получил его в предзнаменование. Веруя в будущее, Исаак благословил Иакова и Исава. «Веруя Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Веруя Иосиф, при кончине напомнил об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Веруя Моисей, по рождении, три месяца скрываем был родителями своими. Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верую перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верую пали стены Иерихонские по семидневным обхождении. Верую, ра в блуднице с миром, приняв саглидатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках. Которые, веруя, побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьях кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Псалом 87 Песнь Псалом сынов Кореевых Начальнику хора на Махалав для пения Учение Ямана Езрахита Господи, Боже, спасение моего, днем выпию и ночью пред Тобою, да внидит пред лицо Твоя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенные, как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя в месте тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвение правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отреваешь душу мою? Скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности. Несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего. Знакомых моих не видно. Иисус Навин, глава шестая. Тогда сказал Господь Иисусу, «Вот я предаю в руки Твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай шесть дней. И семь священников пусть несут семь труп юбилейных пред ковчегом. А в седьмой день обойдите вокруг города семь раз. И священники пусть трубят трубами. Когда затрубят юбилейный рок, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом. И стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». И призвал Иисус сын Навин, священников Израилевых, и сказал им, «Несите ковчег завета, а семь священников пусть несут семь труп юбилейных пред ковчегом Господним». И сказал им, чтобы они сказали народу, «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, несших семь труп юбилейных пред Господом, пошли и затрубили громогласно трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня во время шествия трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал, «Не восклицайте, и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Таким образом ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня. И семь священников, несших семь труп юбилейных перед ковчегом Господнем, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, и идущие трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города, однажды и возвратились в стан, и делали это шесть дней. В седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города семь раз. Только в этот день обошли вокруг города семь раз. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу, «Воскликните!» «Ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, — к Господу. Только Раав блудница пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие, и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные, да будут святынью Господу, и войдут в сокровищницу Господню». Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что в городе и мужей, и жен, и молодых, и старых, и валов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал, «Пойдите в дом он и блудницы, и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей». И пошли юноши, высматривавшие город в дом женщины, и вывели Ра в блудницу, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото и сосуды медные и железные отдали, чтобы внести Господу в сокровищницу дома Господня. Ра в же блудницу, и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которые посылал Иисус для высматривания Ерихона. В то время Иисус поклялся и сказал, «Проклят преды Господом тот, кто вас ставит и построит город сей Ерихон. На первенце своем он положит основание его и на младшем своем поставит врата его». Так и сделал Азан родом из Вифиля. Он на Авероне, первенце своем, основал его и на меньшем спасенном поставил ворота его. И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok